Свою хотите дополнить? Да, я хочу пояснить, что у нас возобвинитель, возражая против приобщения письменного доказательства, вторгается уже фактически в его оценку, на предмет полноты каких-то сведений. Вот и все. То есть это не основание для того, чтобы подказывать приобщение письменного доказательства, которое также содержит сведения, имеющие отношение для уголовного дела. Субтитры создавал DimaTorzok сейчас на данном документе, мы его озвучили. Скажите, пожалуйста, вот по поводу оформления актов прямой передачи унифицированной формы КС-2, вы разбираетесь в вопросе правильности заполнения указанного акта? Разбираетесь, лучше всего. Скажите, пожалуйста, вы, ООО Черногорска, Делстрой, вам известно, являлся плательщиком НДС или нет? Скажите, пожалуйста, если вы получили как представитель ВКУ КУКС акт унифицированной формы КС-2 от Черногорска, Делстрой, подтверждение результата выполненных подрядных работ, и там не выделен НДС, вы приняли бы такой акт или нет? Давайте сразу остановимся на родном вопросе интересном. Форма КС-2 это всего лишь справка, которая выдается к тому или иному моменту. То есть, ни для кого не секрет, и в республике Кокази, в стране Российской Федерации, что каждый дом, практически каждый дом в поселке Шира является комплексным. Часть домов, которые входят в обязательства УКСа, часть дома, которая входит в обязательства постройки УКСа, и часть дома входила в обязательства постройки фонда. Понимаете? Это тоже надо разграничить. Не знаю, по-моему, в республике Кокази, я туда не лез, я там не работал, я с ними не занимался. То есть, вопрос, что вы имеете под формами КС-2? КС-2 могут готовиться к платежным документам, к техническим документам, документам согласования. Вы какие КС-2 формы имеете введены? Хорошо, давайте я ближе к примеру. Вот в рамках осуществления строительных работ по восстановлению жилищного фонда, пострадавшего в результате пожаров в поселке Шира, производились работы генподрядчикам ЧОС. Конечно. А вот генподрядчик ЧОС подтверждение результата выполненных работ и кто-то оформлял акты унифицированной формы КС-2. Вот вы к этим актам какое отношение имели? Никакого. Никакого. Кто оформлял эти акты? Не могу сказать. Кто-то из Черногорска делал строительство. Кто-то из Черногорска делал строительство. Может подрядчики выполнять. Кто по условиям контракта вам известно, должен был их изготавливать. Но в частности, по условиям контракта вообще изготавливают лицо выполнившее работы. Кто выполняет работу? То есть генеральный подрядчик. Подрядчик, генеральный подрядчик. Скажите, пожалуйста, кто в УКСе проверял акты унифицированной формы КС-2? Вот именно по тем работам, которым они говорят. Цель проверки актов. То есть их проверяло очень много лиц. Их проверяет бухгалтерия. Их проверяет инженер. Их проверяет замначальника УКСа. Их проверяет экономист в конце концов. Вы какое-то отношение имели к проверке? Да, с точки зрения технических. Но я сразу хочу отметить, что какие мне давало начальство на проверку в соответствии, те проверяю. Естественно. А подписание актов формы КС-2 в Вашей полномочи обходило? Уточните, каких актов формы КС-2. От УКСа заказчика или от подрядчика УКС? От ген подрядчика Черногорска. Скажите, пожалуйста, вот вы когда подписывали акты КС-2, вы правильный сигнал оформление проверяли? Однозначно за мной проверял это 3-4 еще рабочие. То есть проверял, во-первых, в первую очередь проверял экономист. Потом экономист после того, как проверяет акты КС-2, отправляет их в бухгалтерию, проверяет в бухгалтерии правильность начисления и списания материалов, оплату УКС и прочих точек налогов. Потом проверяет их еще и замдиректора. А замдиректора проверяет еще акты для того, чтобы они, соответственно, с печатью хорошо вы видели, все кромочки, цифры просматривают для того, чтобы сделать сканирование этих документов и выложить на сайте государственных закупок. Скажите, пожалуйста, на сайте государственных закупок имеются сведения относительно того, какие документы исполнительные были положены в основу перечисления денежных следствий от заказчика генерального конечника. То есть там исчерпывающие, да, перечисления документов приведены. Скажите, пожалуйста, вот в документе, который мы сейчас, суть, который я сейчас приобщу, вами подписанный, указано, что вы выбрали два дома номер 22 и номер 11 по улице Маяковского в Севешира. И вы здесь указываете на то, что оплата была произведена под данным домом еще до вашего трудоустройства. А, значит, к чему нам сведения можно получить, когда по этим домам произведена была оплата? На сайте государственного закупок, на сайте государственного закупок, на сайте государственного закупок, на сайте министр, на сайте республики Кокасия, это 6,8,9,9. Так, а в указанных организациях эти сведения могут быть? В указанных организациях свидетельствуют точно, что все оригиналы документов хранились в ВУКСе до 12-15 января 2016 года. После того, когда начались рабочие группы в Минстрое, врать не буду, задайте вопрос Степанову, кто конфисковал документы из ВУКСа. Все документы, оригиналы, которые выложены были, потому что оригиналы делались в трех инцентлярах. Первое, это лицо выполнившей работу, второй инцентляр остается у подрядчика и третий остается в ВУКСе. То есть на всех сайтах выложены документы, это оригинал ВУКСа, управление капитального строительства и генерической организации. Это то, что пошло в оплату, это то, на основании чего производились работы, на основании каких-то договоров, контрактов, соглашений, на основании каких экспертиз, финансовых экспертиз, на основании каких проектов происходило строительство. Это очень большой перечень документов, порядка 14 документов лежало в каждой парке. Все они были выложены, и платежные документы в том числе. Скажите, пожалуйста, вот те акты, унифицированные в форме КС-2, которые оформлялись в Черногорское дело строя, и соответственно вам для проверки предъявлялись, они со стороны Черногорска дело строя должны были быть подписаны представителем генподрядчика? Конечно, должны были. А кто их обычно подписывал? Или как это всегда происходило, можете сказать? Как это всегда происходило, могу сказать. Конкретно по данному факту могу сказать, что я в основном большее количество времени находился на линии, потому что очень много приходилось обрисовывать, чтобы все должно быть точно входит до миллиметра, до кубометра, до сантиметра. То есть при издаче из дома фотоапплата, то есть там сточность сюда миллиметра, указаться, квадратные метры, объем воздуха в здании и прочее. И документы, как правило, находились уже в Управлении капитального строительства у заместителя начальника, сначала Старчика, потом Ткаченко, но пред Ткаченко там очень редко не появлялись. То есть они, он говорит, на, отправить. Я сажусь, у меня, естественно, есть компьютер, все базы уже выложены, не выложены в интернете, не извиняюсь. Я отберу реестр, беру реестр, и смотрю про реестр, что у нас с чем сходится. То есть если все эти документы имеются, я подписываю реестр, ввожу сверху эти документы, пишу служебную записку, что такие документы есть в наличии, я отдаю им. Он берет реестр и идет с этим реестром проверять манипаж. После проверения, того, как он проверил впадки, он уже работает с формой КС-6, потому что КС-2 проверяется по форме КС-6, а КС-3 проверяется по форме КС-6. Извините, что перебивает. Вы вообще знаете, кто от имени Черногорского делстроя подписывал, подписывались ли при вас, если знаете, назовите кто, и кто когда при вас подписывали? Нет, мне никто еще не подписывал, подписывал, я помню, точно возземелья. И было еще лет фамилии. Воземелья. Воземелья подписывала. Вот давайте так, вам непосредственно возземелья какие-то акты когда-то передавал? Никогда. Воземелья не передавал. А вам вообще Черногорского делстроя какие-то акты передавал? Никогда. Те акты, которые поступали в УКС, никому поступали, можете назвать? Ну, знаете, не знаете. Ну, не вам, да? Нет. Скажите, пожалуйста, вам известно, вот если поступают эти документы в УКС, там кто-то проверяет, кем они были подписаны, при них подписывают, все-таки акт приема передачи? Вообще, как бы. Сколько раз, то есть, лишний объект там был, там было. Вы можете представиться, слышите, что он спросил, сколько документов. То есть, в кабинете начальника управления капитального строительства стоял стол. Там у вас была, ну, допустим, такая пачка документов, сверху сопроводительное письмо. Ну, естественно, есть это сопроводительное письмо. То есть, приходишь, смотришь, ага, есть твоя пачка, взял, пошел работать с ним. То есть, ну, естественно, берешь реестр, подходишь к начальнику, спрашиваешь, чего это, для чего это? Ну, обычно написано все, для чего это и куда это делать. Потому что, ну, то есть, это все могло быть. То есть, вот все, что там стояло, могло просто полоскать в коробку, в этот коридор. Интересно. Скажите, пожалуйста, вот вы пояснили в своих показаниях сейчас суду, что у вас есть некое заключение экспертизы. Что это за заключение экспертизы? Чему оно касается? У меня есть заключение бочерковической экспертизы, которая проводилась в республике Абакан, ой, в республике Хакасия. Город Абакан, улица Щетинкина, 6, в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, эксперта в криминалистических ценах, МВД по республике Хакасия. Расписка Демидова, что он... Это было заключение на бочерковеческую экспертизу на подписание форм КС-2, на подписание форм КС-2 те, которые лежат в материалах дела. И с учетом того, хотя у нас страна защиты была против проведения экспертизы на территории республики Хакасия, потому что МВД, оно все равно зависимо от центра гиминалистических экспертиз, от Следственного комитета ФСБ и всех остальных, мы как бы понимали, все это было. Но, тем не менее, пришло заключение эксперта, хотя все равно бы признавать, что эксперта нарушен в 73-м федеральный закон государственной судебно-экспертной деятельности Российской Федерации. Ну, там есть заключение, что за ноябрь месяц, разрешите, зачитаем. Вы можете просто сказать, эксперты, что проверялись акте унифицированной формы КС-2, которые вам менялись, которые вам менялись, что эксперта установил? Ваша подпись, не ваша, стоит фактор. В актах за ноябрь месяц подпись принадлежит на меня. То есть, часть актов подписана не в бане? Да. А что там не согласилось? Какие-то вопросы? Потому что, если обратить внимание на материалы дела, и на отписание формы КС-2, во-первых, там нет расшифровки, раз. Во-вторых, там срезанная подпись. Вы считаете, эксперт, недостоверные какие-то выводы сделали? Неправильные? В какой-то нет, то в какой части просто. То есть, там не почему, а в какой части вы считаете. Но я так никогда не расписываюсь. То есть, в той части, где подтверждена ваша подпись, вы считаете, что эксперт недостоверен? Да, за ощущение? Понятно. Скажите, пожалуйста, по поводу строительства. Вы уже пояснили, что вы непосредственно представляли интересы, руководили, финансами распоряжались, общество с ограниченной ответственностью и ты Сибглори, которое являлось подрядчиком по договору с ООО «Черноборской отдел строй». Скажите, пожалуйста, вы вот в Черногорск отдел строй, будем так говорить, с заказчиком по этому подряду, общались в интересах Сибглори с кем-то? С кем именно с Черногорском общались? Я конкретно со Смольником. Со Смольником. Скажите, пожалуйста, когда у вас вставал вопрос, допустим, финансирования Сибглории на основании этого договора, вы как в телефонных разговорах называли Сибглорию, соответственно, Черногорской отделкой? Как называли разговоры? Вы говорили мне, где нет надо, да? А он, допустим, когда говорил вам, что вам нужны деньги, вы что подразумевали? Вам лично или обществу? Подразумеваю. Мне это значит, что компания в ООО «Черноборской отдел строй». У нас нет со Смольником личных каких-то отношений. У нас есть отношения между компанией. Мне это значит, что ООО «Черноборской отдел строй». А я со стороны Смольника, это естественно, чем на Бросской отдел строй. Скажите, пожалуйста, в одной заключительный вопрос. Вы 16 ноября 2015 года разговаривали со Смольниковым о том, чтобы он вам заплатил некую сумму денег за, давайте начнем, подготовку, приемно-сдаточные исполнительные документации, необходимые для подтверждения выполненных работ по государственным контрактам, по двум государственным контрактам. Договаривались вы об этом или нет? Нет, конечно. Не договаривались. Так. Скажите, пожалуйста, вы договаривались со Смольником о том, чтобы он вам платил деньги за оформление и подписание каких-либо актов выполненных работ с унифицированной формы КС-2? Конечно же нет. Потому что вообще на самом деле не важно, подписаны КС-2 со стороны заказчика или не подписаны. То есть они должны быть сданы согласно реестру. Если в течение 5 дней и дней согласно контракту формы не подписаны, они все равно считаются приняты. и это предусмотрено гражданским кодексом. И, точнее, еще вопрос. Я правильно у вас понял, что вот те акты унифицированной формы КС-2, подписание которых вам менялось за взятку, не служило, не служили основанием для перечисления денежных средств ООО Чемногорска где устроит за выполнение условий государственных контрактов. И это мы можем посмотреть на сайте госзакупок. У меня больше нет вопросов. Илья Александрович, у вас есть такой вопрос. Вы, когда сегодня давали показания, скользко сказали о том, что Молчанова была должна денег, что вы перестроили что-то там больше построили, чем обычно. Да, вас есть. Есть ли у вас подтверждающие документы договор субподрядом или как-то еще с Молчановым? Договор с Молчановым? Да, трудовой договор. Нет, трудовой понятно. Вы строили ей дом? Договор, а, ну договор субподрядом. Много сфордирует, по-моему вопрос. Значит, квадратных методов сколько должны были строить Молчановой? Молчановой по контракту с Уксом 33 квадрата и между Уксом и Молчановой сколько построили? 42. 42. Каким образом либо какими документами вы можете подтвердить то, что Молчанова должна осталась в горе деньги из-за того, что вы построили больше квадратных метров, нежели планировали? Василий Васильевич, документов этому нет, но у вас, у нас есть с вами, я не знаю, Мальцев сохранил или не сохранил, но у вас, скорее всего, он конфискован. У нас есть с вами спорный документ, где в дополнительной квартирографии указано именно Октябрьская 16, 42 квадратных метра. Конкретно вашей организации, возможно, вы не помните, потому что у вас был очень большой объем на линии работала по квартирографии Молчанова Алены Сергеевны. Ее, после того, как она выдавала руководителю строительства Шатрову, подписывала Шатров, после чего подписывала уже Зинчика. То есть, вы хотите сказать, что Молчанова, воспользовавшись своим служебным положением, дала неверные сведения Шатрову на подписание Баку-Кероградии? И он подписал ей лично дом на 42 квадратных метрах вместо 33? Совершенно верно. То есть, я не проверяю, поверил. Разница в сумме какая была между 33 квадратами и 42? По договору между Ухсовами 40 тысяч квадратных метров за лишнее по договору между Сибглорией и Черногорским отделом 37 тысяч 200 рублей за квадратный метр. Хорошо. Каким образом Молчанова попала к вам на работу? После того, когда мы с вами разбирались, нет, извините, с Вазимилером и Шатровым вы отсутствовали. Разбирались по поводу этого инцидента, было решено, что Шатров ее увольняет, а я подаю на ее суд. За нее Шатров позвонил вам, поставил известный комиссарик против вас трудовой договор, хотя он ее выкинул много раньше, за неделю до концерта этого договора. Вот. И Волошин такую работу еще там. Мамы перебил Волошин к делу не относится. Я бы хотел уточнить, уволена она из Черногорского отдела строя была именно потому, что она предоставила ложное сведение в пользу и в выгоду стоим. Значит, хорошо. Вы ее взяли на работу на каких условиях? Я ее взял на работу просто на год выполнять работу и отрабатывать постепенно я буду компенсировать. То есть, вы хотите сказать, что она была вам должна, либо симблория должна была, что вы перестроили 360 тысяч лишних рубля. Хорошо. Она определялась, какая-то заработная плата помесячно? Василий Васильевич, помесячно, то есть, официально у нее заработная плата составляла по-моему 7 с копейками. Я ее платил то есть, из расчета 35 тысяч 25 я выдавал ей на руки 10 тысяч высчитывали. Хорошо. Сколько времени она проработала до момента в поверсии следствия дачи взятки 16 ноября или 18 ноября до 2015 года? То есть, она официально работает с 1 октября, с 1 октября с 1 октября вот так, она получается уже работала у меня то есть, как раз, неофициально с числа до 20 сентября. 2015 года мы говорим за 2015 год. То есть, если я правильно понимаю, она на тот период отработала 2 месяца официально. Если с 1 октября с 1 октября и ноября она отработала. 2 месяца. То есть, вы с нее высчитали по сути 20 тысяч рублей. Да. Она осталась вам должна 340 тысяч рублей. На самом деле больше, потому что я еще в 3 новом годом 50 тысяч своих тысяч денег дал. То есть, у вас есть какие-то подтверждающие документы? Я привык в них верить на основу. То есть, вы на доверии договорились лично вы договорились с Молчановой, что она вам обдаст эти деньги? Конечно. То есть, вы не будете разбирать дом, 42 квадрата переделать на 33, лишние материалы продавать и компенсировать свои затраты. Если я начну задавать вопросы в вашей части, хорошо, я буду сейчас задавать вопросы, просто я исключить ваше неудобство, вам придется долго слушать, как он будет отвечать. Поэтому я стараюсь поближе к теме. Юрий Александрович, с вами лично договаривалась о том, Молчанову, о том, что она отдаст деньги? Да, лично со мной. Если бы вы, если вас не уехали куда-то, я не знаю, за границу, вернетесь через 3 года, кому бы она отдавала деньги? Она бы просто их не дополучала в качестве заработной платы. Если бы оставалась работать, все более. А если бы она оттуда уволилась, кому она бы осталась, должна деньги? Либо вы ее уволили, либо Мальцев уволил. Но есть очень много... если бы меня не посадили, она бы проголосовала работать, замечательная все будет. Потихоньку отрабатывала. То есть, когда вас посадили, вопрос о отдаче вам денег исчез сам собой? Исчез сам собой. Мальцев воспользовался ситуацией и молча. Юрий Александрович, я тогда, может быть, чего-то недопонимаю, вам государственный обвинитель задал вопрос. Был ли мотив у Малчановой оговаривать вас? Вы сказали, что вы на Новый год покупали ей сапоги и улыбались друг с другу, и все было хорошо, и никого у вас не было. Сейчас выясняется, что она должна была вам 340 тысяч, и в результате того, что вы садитесь за решетку, она остается... никому уже не сдает должна. То есть, у нее как-то интересно совпало вообще желание ее распрощаться с долгом и желание следственных органов получить какие-то показания, которые повлекли за собой арест. на вопрос государственного обвинителя до момента она задавала, у вас были какие-то отношения, я ей ответил, что до того, как меня арестовали, нормальные были отношения. сейчас выясняется другое с ваших слов, что отношения были, она была должна вам денег. Из ваших ответов, я понимаю, что она должна была лично вам уже. И лично мне, да. хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. вопросов у меня у меня. Участливая вопроса, мы его подзащитного вы сказали, что я ей платил, вопрос касается Молчановой, она была должна севгурии, я ей платил, я высчитывал с нее, я ее трудоустроил, вы имейте ввиду, вы ее трудоустроили, куда? Вы угоете, если больно. Когда вы говорите я, все время я, 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 я. Это угоет, если больно. Это нормальный термин. То есть вы все время эту терминологию используете? Постоянно, всегда. Юрий Александрович, вот Молчанова занималась чем севгурией? У нее какая сфера деятельности была? На что она отвечала? Это был мой удален, удаленный печатный сканок, скажем так. Покажите. Ну, секретарь так вам объяснить. Она оформляла документы? Она не оформляла документы, она их отпечатала. Она их отпечатала. Хорошо. Вопрос еще один. Документы сим-клории на 18 ноября 2015 года были сданы уже в УКС, были сданы генподрядчику, были ли дома сданы, были ли не произведены расчеты между Черногорской Делостроем и Севглорией? Между Черногорским отделом строя и Севглорией расчеты не произведены по сегодняшний день, подсчеты задолженности Севглория Черногорского Делостроя не не что интересует я спрашиваю. 18 ноября опять же вернемся к этой дате 2015 года компания Севглория была должна Черногорской Делостроя? Компания Севглория? Черногорского Делостроя? Черногорского Делостроя должен был компания Севглория. Черногорский Делостроя Севглория, да. Перечисленные деньги В течение месяца ноября 2015 года платежи делались на Черногорское Делостроя на компанию Севглория? В октябре, в ноябре, да, делались. То есть в ноябре я порастил на рабочей группе обосновывал и включал себя в реестр это, по-моему, 11 число 50 или 11 ноября вы переводили денежные средства. Но поскольку квартал закончился, в третий квартал надо было платить налоги и там что-то еще, еще, еще и за офисы, там, где. За сыровые нигде поднакопились за должности. Поскольку бухгалтер поставил это все на автоплатеж, мне на следующий день позвонил Мальцев после получения или в этот же день по-моему, только отправили мы получили он сразу звонился говорит, так и так у нас, говорит, осталось что-то 40-60 тысяч что будем делать? Говорит, что делать? Он говорит, что там больше никак не выписать потому что надо так-так, материал пусть идти, что-то людям дать. Юрий Александрович я с позволения в вашей честь суда все-таки хотел бы сделать замечание вам вы не уходите от вопроса просто отвечайте коротко и ясно то, что вы рассказываете многим неинтересно может быть я готов был послушать но думаю, что многим неинтересно и время мы потеряем нас остановят и не дадут возможности задавать вопросы Юрий Александрович можете ли вы откинув все предрассудки какие-то вернуться в 2015 год там октябрь это будет ноябрь-сентябрь или там август месяц и представить что вы звоните Смольникову то бишь мне Василию Васильевичу который там в роли генерального директора или учредителя находится и попросить денег от компании как это выглядело вообще что вы говорили в этот момент как себя вели насилие Васильевич но нету даже первый вопрос еще какие-то были варианты а вообще вариантов много что там снижали его зато-то зато на деле